Всем привет! Это видео на канале Комфи.ua. Меня зовут Семен. И сегодня героем нашего обзора стали наушники Philips SHL3060. Точнее целый квартет из таких наушников. Данная модель выпускается в черном, белом, красном, синим, фиолетовом и розовом. Нам из этих семи цветов достался только три. Раз, два, три. Дизайн нельзя назвать скучным. Наушники выглядят по-современному, ярко и наверняка понравятся как девушкам, так и парням. Провода идут к обеим чашам, на которые нанесен логотип компании. Но в наше время привычнее видеть один провод, в двух уже можно и запутаться. Такое решение позволило сделать максимально тонкое оголовье, что положительно сказалось на их массе, но об этом позже. Чашки снаружи стилизованы под такой шлифованный металл и от своей радости крутятся по всем осям. И это еще не считает гибкого оголовья. Длина провода составляет 1,2 метра, а аудиоджек имеет г-образную форму. Такая форма призвана свести на нет загибы и переломы аудиопровода и увеличить удобство при подключении, например, к смартфону в кармане. Но сам размер джека не для всех окажется удобным. SHL3060 очень компактные и выполнены полностью из пластика, что положительно сказалось на их весе. Всего 125 грамм. Сборка качественная, ничего не люфтит и не дрожит. Однако сказать, что они ну вот прям супер прочные тоже нельзя, так как даже в оголовье используется только пластик. Эти наушники практически не ощущаются на голове, что позволит их носить без усталости часами напролет. Такая возможность будет очень кстати, если вы любите прослушивать музыку просто везде и всегда. Будь то час пик в метро, длительные велопрогулки или на задней парте в школе. Но это заслуга не только легкого корпуса. Philips SHL3060 имеет очень мягкие амбушюры закрытого типа и они действительно не причиняют никакого дискомфорта уху. Но не стоит ожидать вот этой модели полной звукоизоляции, ведь они не каждое ухо способны закрыть полностью и обеспечить обесшумку уровнем Maybach. Все дело в тех же амбушюрах, размер которых довольно небольшой, а материалы тонкие. А теперь посмотрим, что у них внутри. Диапазон воспроизводимых частот от 10 до 22 тысяч герц. Чувствительность 106 дБ. Сопротивление 20 Ом. За превращение разночастотного напряжения в звук отвечают два ниодиновых магнита, а диаметр излучателей равен 32 миллиметрам. Короче говоря, тут установлены маленькие динамики. Качество звучания этих наушников приемлемое. Им не хватает басов, а на максимальной громкости высокие частоты режут слух. При использовании эквалайзера ситуация становится значительно лучше. Если все правильно настроить, то можно получать удовольствие от прослушивания электронной музыки, поп-музыки, рок, рэп и даже классическую музыку можно слушать. Запас громкости хороший, но в шумных местах уши хочется прижать к себе посильнее. Проблемным может оказаться разве что метро. Для всех остальных шумных мест громкости и звукоизоляции в основном хватает. В конечном итоге мы имеем неплохие наушники за 20 баксов, которые подойдут нетребовательным пользователям, любителям компактности и качественных аксессуаров. Кстати, как подарок на новый год вполне ок. А уж тем более, что в подарок все это добро можешь получить именно ты. Так что участвуй в конкурсе, подписывайся на канал Комфи, ставь лайк, пиши комментарии какие-то. Мне лично будет очень приятно. Спасибо и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok